Второй республиканский конкурс «Лучший народный дружинник» прошел сегодня в Чебоксарах. Сохранять общественный порядок должны подготовленные люди. Об основных критериях конкурсного отбора в нашем сюжете. Нынешнее поколение помнит народных дружинников только по советским фильмам. С 2015 года добровольные отряды вернулись на улицы городов и районов и по-прежнему помогают поддерживать общественный порядок. Торжественное построение, как смотр сил и возможностей. Я искренне вам желаю успехов и пусть и длится лишний. Эти 24 дружинника стали лучшими в своих муниципалитетах. И сегодня они показали физическую и юридическую подготовку. Умение оказать первую помощь для них тоже не лишнее. Ведь порой именно дружинники оказывают ее первыми на месте инцидента. Помимо профессиональной подготовки, очень важны и личностные качества. Ну, прежде всего, порядочный человек должен быть. Порядочный, честный, добродушный, приходящий на помощь гражданам. Лучшим дружинником в этом году стал Виталий Александров из отряда добровольной народной дружины города Новочебоксарска. Сегодня в Чувашской республике насчитывается 26 добровольных дружинных отрядов. В них несут службу около 600 человек. Бывшие военные, учителя, врачи объединились для благого дела – поддержания общественного правопорядка. Богдана Дойникова, Алексей Зотиков, Бахтияр Вилеев, Республика.